fpx и будут выходить именно через а сайт выход через бане просветили как минимум одного очень хорошо поработал на джаде диночек лаут ну и тут вообще летает один она очень мало здоровья снимает так что в принципе практически фуловый пытается сокращать дистанцию не попадает по голове ssk его вырубают просто револьвером правда моментально два фрага от navi и это до свидания видимо в раунде но тем не менее ссск говорю зипанчик может быть здесь кого-то вандала мы с вами можем наблюдать будет ли какой-то рашевый выход возможно ну конечно ну происходит ей за бэксайд вайперс байт но он спать пока все не устанавливаются не добрался туда капитан до нужного плента тем не менее в лампы еще не под контролем есть размены пока 4 на 3 ситуация все еще не выигрышная для защитников но все может измениться потому что один из в лампах и контролирует эту позицию до сих пор пока без фрагов но и сам живет что тоже очень чем важно ангел принципе не стесняется с не перестреливаться ему очень хочется подраться в этой перестрелки позвал зипана и про юзи по номер зипан грив спасибо капитан конечно клуб круто придумал фраг себе забрал меня продал все круто получается тем не менее туда играет раунд наверное у navi не получится девайсы не слишком классный время тикает и осталось их просто добрать падает почти 1 вот он падает и переводочка на 2 не удалось однако но 12 здесь все равно не быть что-нибудь из здоровья потому что выпекать собираются в несколько человек по всей видимости так минус волка в итоге ни одно попадание ни по нему ни по его противникам еще один репик из и фан оставляет его без головы это очень жестко было ну и клауду рано или поздно придется открываться к сожалению ютильзи отсутствует но надо как-то работать как-то действовать но тут либо его взрывали просто кассетной гранатой либо уже остальные все горячие парни м фан пласт феникс явно бородируется к оппоненту поэтому в любом случае здесь что-то бастры не как-то открыться и перестрелять либо все-таки нет либо под собаку либо под флешку обязательно нужно это все дело как-то нивелировать его димыч вроде как готов наверное сделать какие-то фраги и ждет нет все-таки зипанова чекает очень хорошим фликом а за скату должен принимать как минимум одного игрока но нет он проигрывает перестрелку против ардоса и и ардиса и вот опять-таки нави остается в меньшинстве но на этот раз они уже вряд ли будут сэйвить постарайся на ретейк но ретейк неудачный будет если они это постараются даже кстати говоря не особенно много пулек посылает позицию хелпы а вот тут пулька залетела прямо в цель минус клауд еще гранату джади бросает ну что последнего игрока на ли надо так сказать найти и находит его ангел обезглавливают если с кейдж с оператором прием пришлось побоевать с дроном отпустит ли его парень на совет шау не отпускает сска по итогу плюс позиция лам также уже францирован до погибает по идее первым есть ракетный залпу зипа она старается базу к возможно куда-то выстрелить по итогу дает по здесь выходить на ретейк но видимо придет все в киран или поздно 10 какой-то оглушение сколько много utility летит в одну и ту же позицию джади но он же в принципе перестрелили конечно шаудин тут включает включают у нас ой-ой-ой-ой еще падает ордис по итогу джади остается месяцевым тиммейтом на двоих но тут ангел ловят у нас сову и единоч остается ласт мэн стендинг немножко подпорчен один хэп звезды дина который будет превращены скорее всего в самокину и сам динч видимо готов заходить и отыгрывать как-то агрессивно но это спорный момент флешка полетела хотя тут можно и постоять по нас отлетел динча старается как-то и кого-то здесь возможно примета получается можно и за третьим выйти тут пошел как минимум есть информация джади отвечает нас по ардису есть информация как по нему так и по вайпер ну и по идее наверное нужно закрывать ай-яй-яй но тут закрывается непосредственно сам джади очень мало времени с их сам нужно выходить и нужно устанавливать спайки летит молотов кей он же фрагмент он не туда и сска делает прострелом не совершать прострел ангел уничтожает артура иван виван ситуация которую выигрывает классно один раунд сска начинает в общем таки не изменяя традиции просто пикуйте и слушай казал второй кассетный гранаты явно туда не последует но так или иначе как потеряли пока что ангела без капитана придется доигрывать а но там действительно очень битая вайпер еще один сочи болеет в этом раунде вайпер без как это происходит ладно зипан зипан скрут разобрался есть сюда гнев охотника кстати за зацепил кого-то да арти все-таки уничтожен преимущества ой-ой-ой численности нет а теперь явно езди на два хэдшот великолепный выпуск у него четыре патрона если спрей не пойдет по гэгэмбо спрей не пошел так что гэгэмбо все правильно зипан остается 1 2 у него два противника шоковая по дефолту полетела но все подходит как можно ближе есть граната он успеет отзонить пацанов но больше он сделать ничего не успеет спайк слишком далеко и это просто сейф вандала этот раунд ну там стараниями дину и вот этой вот линеечки что по головам все зубы и нет предыдущий раунд практически удался если бы не прочекали тут опять таки день за который не изменяет традиции мне изменяя своей позиции все так же будет стоять в окне и все так же будет стоять на слева угла ну если смотреть со стороны атаки стенка ломается в испан так или иначе есть информация прострял моментально быстрый и можно даже наверное дать продолжить лаут уже минус 2 для него саги отцу забирают нас дина чем ну и по итогу 2 на 3 ситуация жадя немножко ситуацию не то чтобы прям выравнивает а вот минус 3 для этого дядьки времени очень мало но можно промутиться классик на руках и есть будет и голова как либо очень жестко его надо как-то запушивать вот как сейчас его сгоняют получает он еще и флешку получает он еще и ищейки ну и получает по итогу он в целом догоняет от клауда и тем самым делает клауд на сэн 3 фраксу гетсу вроде как разгрузится двоих но все-таки не охватил переводчик а вот ангела как минимум двоих уже забрал неплохо но он один мало хп и первую пистолетка не забирали все-таки если про на это говорим за защиту здесь несколько все иным возможно способом к попробует кого-нибудь серии пикнуть возможно и дождется кстати в суде цели бы шау либо двоих и как минимум соберет информацию по как пока что конечно супер такой опасливый раунд нормальная сэска повесил пикселя хватило чтобы четко в голову попасть в итоге нави доходят до плента спайк уже можно устанавливать очень не скоро придут сюда защитники гранат полетел на антиустановку еще гравитационный колодец как же много времени выигрывают пацаны из атаки и давай класс полетела под нее но не получилось там прочитали сэска продолжает вешать вероятные головы на этом моменте два-два ситуации спать уже совсем скоро детонирует ребятушка нужно что-то разруливать динск подходит к позициям динус ланга твоем будут разбираться до половины успеет везде определенная половина есть размер будет иди нашел из на дистанцию очень много ютилити но он так или иначе это ютилити как раз таки за сторону атаки под них действовать нужно грамотность откуда ты уехал много лет назад но изменился здесь клауд уничтожен был зипаном так ну ангел возможно сейчас так живут занет в плане стрельбы есть еще одного крипла квадро у натосну коллега с тобой прям вообще в полном размере но тут как бы если будет как-то рисковать хотя в четвером против пятерых fpx ему лучше все-таки ждать но нет решает они выходить с такой филигранной точностью на шифтах втроем будут открываться как минимум размер от адреса последовал не замедлительно и это на весьма и весьма хорошо будут ли выходить сейчас navi уже по точку бэп лента скорее всего да нужно только с адресом совладать но информация по нему было получено angel там немножко волнуется за то что придут все-таки в окно с другой позиции ни в кого не попадает зизи паныч ну и angel что он должен кого-то здесь о подробь 3000 сюда не получилось на штуку игроков там принципе если сравнивать для команды то все идут друг другу так перестрелочка до свидания angel ну о чем я ребят говорил и стенка от астры за атаку которая поставилась прям выход выход должен быть прям сейчас по точку а плента очень много юти лети ой-ой-ой клауд никого не боится клауд просто выходит и уничтожает сия и всех зипаныч тут возможно плечиком потешься когда там ангел дропался из окна под таким тоже маленьким вопросом потому что в принципе все верно с скауна принимает волевое решение делаю телепорт а тут степан уничтожает дина ой-ой-ой ордис просто понимает вообще куда сейчас будет установлен спайк и заряжает шоковые именно туда времени мало спать пока что не на руках возвращается понимать его динкс уничтожает 10 ска нужно дальше кусаться нужно дальше кусаться и они такие кусаются динкс уничтожает первое есть прямая информация репик от шау именно по точку по плента два опорника да есть конечно стенка дистанционная такая данная от ангела которая под контролем будет случае чего закрывать выход краски сейчас она и поднимается и флешка которая наверное сугет сейчас должна была коронить но нет дмитрий сугет су минус 3 сюда плюс сюда один отвечая сейчас по шау и нави остаются вдвоем совершенно не удел времени очень мало спайк я даже не знаю там на руках не на руках но наверное здесь нужно как стараться все дело доигрывать дадим чего устанавливаю зиплана плюс в этих выходит уничтожает джейди ну и в общем такие случаи проходят вместе своим товарищам в шарсе опять же ну да ну да выкручивайся как может джаде прижимает ультимативную способность но пока что никого здесь толком не находится сска может нащупать и нащупывает как минимум шау времени мало но достаточно для установки спайка джаде уничтожает личного характера нам поставили стенку и крайне проблематично будет выходить все таки и выходить по идее наверное надо будет установлен спайк установлен спайк наверное куда-то под бтр как минимум отмена но ангел рискует выходит и риск то является оправданом ай-яй-яй а как а что а почему сска артур ушка минус 3 для ангела зипан и достаточно на пассивно и как минимум его просканили а тут уже да уже патрон лучше не рисковать потому что должны будут тебя закрывать информация понимает понимает фиксы что под б сейчас устраиваются игроки над свинцеры ну и нави в принципе тоже понимают где они сейчас находятся и в каком положении ставится стенка 1 будут выходить именно под нее шау хорошей позиции принимая первым можно отойти назад о вот еще и кассетная граната пролетела сугерсу репик и джаде его наказывает незамедлительно сломали ю ю ю ю ю ю сломали тут еще и голову потом шау остается только капитаныч ну и капитаныч ангелыч кириллыч будет здесь как-то возможно вытаскивать на видишь девайсы нет ладненько все подобрал фантом постарается но тут репик да ну нави прекрасно показали себя в рамках этого байанда напомню что они камбек или со счета 26 потом вышли вперед две пистолетки на их счету но они показали что у них все-таки байанда как-то пожестче но хорошо врыв возможно последний врыв для нато свинцера по точку б прямо сейчас но погибает прям в воздухе сска хват его разменивать неплохо там в дымочках вэлбо еще выживает сугерсу он не может использовать ничего просто выстрел по он тоже не был потрачен отходит отсюда выживая спайк почти установлен за 10 секунд до завершения этого раунда арди взрывает динкса все-таки своей шоковой джади угощает хэдшотом сугерсу ситуация 3 на 3 очень битый игрок команды атаки кукею вообще нет здоровья практически в инсайде разбирается артист дин и чем это меньшинство для атакующих из 7 здоровья у клауда дядька как лучше жать у него еще есть оператор при этом стеночка уже открыта джади простреливает ангела да ладно как это вообще происходит спайк пока что даже вроде бы не трогали до половины нет разбираться с депаном до свидания выжившим до текст или его дроном нужно как-то потом отстреляться отстреливает правда тут сейчас выходить уже некуда главное стараться просто спайк поставить ой-ой-ой хорошая могла бы быть флешка вардис раз два три и по-моему даже одного другим положил мгновенно действует отрабатывает немножко классиком пози пану но понятное дело что это все выдает чтобы установки спайка не было что на секунды конца он еще один может дать на там же если династина который все это отменит они подожди да ладно сжигает его великолепным ювелирным шерифом эксклюзивным но все-таки спайк далее установить ставить себе телепортик будет пытаться как-то от этого отыгрывать но один с классиком зуши ситуация наверное все равно грустно для нави оружия то особо нет но и него и можно попытаться можно попытаться продолжение будет мало патронов на этого хватает ровно два остается в магазине вандалов для коллектива нас у свинцера так забирается сферочка ардюсом при этом уже здесь со спектром ну такая конечно ситуация возможно одного за спрейт а вот и кинжала выпечу по голове нормально почелкала сиска второго получится не второго не получается но пока уходит живым правда с тебя на данном смотрим за ангелом минимум пробили один сегмент стенки и рано или поздно придется наверное по иксом выходить и садиться на дефюса флэшон и у нас на 10 не помех 4 хп его остается выживает он ой 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 отдам демитрицу и гетту говорит конечно бесчинство в то же самое время грустно вышло не успел отметить просто не дожили до момента когда динкс закрутит спину вот и все так ну что здесь у гетту момента и выбрался и так далее все все под полным контролем но весь экшен происходит пока что на пленте а это так происходит потихонечку дину два этажа пролетает первым чем приземлиться после смерти джадди здесь а у них да ладно две головы сняты шляпы и головы с плеч спайк подбирается есть попытка ну такой себе конечно фрагмент но хотя бы по дальней стеночке никто не выйдет в этот момент правда здесь не особенно ты пытались сделать это игрек эффект я заскал должен принимать и казалось бы но тут воюет никто иной как сам капитан команды кирилл карасёв он же ангел причем еще из пепки уничтожает двоих игроков есть информация сейчас и по динксу и его будет закрывать у дома в итоге очень много очень много оппонентов прямо на экранах у ребят из защиты минус же иди ну кажется второго уже не да не допушит здесь ангел разбирается но ну настреляет мы выясним некогда пап максимально близко может быть здесь враг и в частности нужно проверять все возможные позиции пикал один а получил дамаг то по итогу фраг 2 не соскам тут у нас парит в небесах и ничего для этой птицы не страшно уже забирает двоих ну и этот эки кондор до продолжает свое боевое шествие дальше десяточка скоро упадет зипаночка минимум с позиции снеговика будет открываться но там артур кюршин он же сска он же 7 сска 7 он же сэван сэскай сэван в общем таки заряженными клинками готов наверное бесчинство и дальше если право сейчас не прочекает вовремя флешка-то полетел кстати потеряет сейчас на свое тимм это нет они много перих явно не удают потому что во первых это и про китки молеком а во вторых еще и гнев охотника от иначе пятерочка карманды и мне кажется нави пока еще не приняли окончательное решение куда же они хотят выйти с агентством со своим снайперским девайсом действительно уникальным поистине чек и сейчас все возможные позиции но немножечко находится сска но должен понимать наверное что и остальные оппоненты его где-то там около находится ничего здесь уже не дадут тебе братан уйти ни в коем случае ушел хорошая позиция вот это прострел вот это хитшот клауд ггвп бб глхф и прочее в общем-таки увидимся в следующем раунде очень мало времени у ноги для установки и сска как минимум говорит ребята сейчас заберу одного возможно заберу еще и второго и вполне себе раунд можно выиграть даже без установки плента так ну может быть здесь как-то потаще два оставшихся игрока извините оговорился один оставшийся игрок спайк установлен шао воюет есть стеночка может резнуть принц ставишь или не ставишь братик ну вот надо конца без ошибочно сюда наверное будет сложно зайти есть кинжалки в принципе способности пока не раскидать в апперс байтов не будет еще несколько секунд нужно добраться до установки спайка при этом ангел же робот дино ой 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 какие проблемы про спрэм пытаются найти все-таки клауда не удается спайк установлен за считанные секунды до конца слова еще на отходе но пока живут нави и сделали очень много чтобы добраться до плента еще и в позицию уйти ордер будет выигрывать возможно эту снайперскую дуэль которому будет навязывать наверное сска понимает где-то где находится нет там максимальная быстрая флэк зади сска какая вы канале дорогие друзья творится каждый раз ну его дроном понятное дело прогоняют и дальше просто каких-то момент видимо не удается найти кроме этого минус динкс минус дыма и оставьте это очень серьезно зародает здесь больше понятное дело нави флешки еще можно быть как-то нивелировать а можно и клауда нивелировать hill например судится отсюда спокойно уйдет и тут не то чтобы вели клауда выдали еще спайкера в частности продолжает свою доминейшн нам судец он воскрешает вот еще и зипана ну и вот целехенькие петельки все прекрасно кстати у кио нужно наверное делать определенную раскидку начиная с ножа флешки молек и все дела есть информация по ангелу есть закрытие от кирилла карасева по второму практически час под ее можно открываться либо за бронебойный ящик получить возможность установки но тогда тебя запушат с классика да так и произошло fpx и возвращается в игру после поешь понимаешь что там нет как минимум никого а тут трапа сработала самая веб-ка от чем бирану и прокинул масло целых на троих игроков потеряли кстати джетку сейчас достаточно быстро чекайте возможной позиции очекивает начекивает забирают как минимум одного понимаете находится еще и оппонент девайс ультимативная один еще можно тут наверное постараться кого-то и забрать ну и вот тот самый шатер который практически не контрит очень нравится кстати мне здесь на из боксе такое в принципе направление верно от зипана но попаданий не да и прострелом урок сливал сливал да все принимать и либо будут отключать подавлять и выходить уже по точку b есть фраку а тут и второй фрак там прострел взлетает еще для мистера и любителя аниме суги отцу дмитрия там ложди начать как стабилизирует процессор своего ну практически павшего тиммейта с камня сграя тут ардиса ну и суги цу возможно найдет еще один фрак да ультимейт очень важный был потрачен можно сказать никуда от нави я про тиммейт к и в итоге сейчас нужно своими руками добираться до этого планета увидал он кэпа разобрался есть кинжал можно выйти если что под флешку если она есть а можно без флешки можно просто погибнуть так ну что до свидания здесь говорят с скидч и тем не менее большинство игроков на стороне нави правда опачки здорово джейди местный шуга дэйди попробуй он не вредит что-то люто стелит попробуй ты пробует зипан отличное попадание по голове но он против джейди уже нари сска не палится как же он здесь дисциплинированно играет и вот он открывается там все крадутся ардис что будет также завершена так спек установлен все верно ардис здесь ждет кого-нибудь с кем постреляться так попадание по ордису ггвп так джейди здесь дропнулся мистер жади хочет с кем-то постреляться но пока что никто на него не открывается только в упоре отрабатывает игрок на сейдж за своей стеночкой работает опять же это пистолетка здесь очень сложно стену быстренько нивилировать поэтому шао тут живет сколько может и пока желательно без контакта отличный выстрел от суги отцу попадание подниму прекрасно было со второго раза но anyway да ладно как он долго здесь жил никого таки не убил зипан двоих дропы на лопатки джейди вписывается всю эту передрягу нужно дефьюзить но дефьюзить уже не получится он может убить одного но даже второго все от ангел тут спит конечно но это в любом случае не влечится искра буря безумия но толком ничего то и не произошло главное проходите артурку потому что артурка вроде как и сидит в хорошей такой позиции но его будут наверное выкуривать клаут параллельно забирает у нас одесса ну а fpx и будут выходить под точку а джейди здесь пока что собакой повоюют но так легонечко в итоге на я так и не сломал есть кинжал я собрал информацию к ним пошел он особо это не волнует здесь в любом случае территории под контролем спай пока не устанавливается что видимо в угол и все будет у него пока очень опасная позиция сска разбирается сугетсу шао 2 просто оформляет в мгновение ока спать при этом все еще не установлен только сейчас идет пачка строения зипан там был очень близок тому чтобы отшок вы получит дэмэдж но они вы пока что выживает сотка хп отыгрывает здесь товарищ шао ну и его дроном сейчас обязательно за детектив есть по нему информация пози пану плюс-минус наверное должны предполагать сейчас он нет под стрелочку не попал и как минимум но тут попал под горячую руку кирилла клауда игрока коллектива нату свинцера минус 3 для кирюхи ну и соответственно восьмой раунд в табуляцию коллектива navi ордис оператором теперь ребят играет не бонусный все должно быть более-менее комфортно в плане убийства на дальней дистанции здесь очень такой агрессивный прожим защитниками и он пока что у меня подростки да полетела также еще и флешка на выход ну и как минимум вблизи пэйксу понимаю что нет ни ко мне там выходит уже больше с позиции желтого и пэйкс и пресс поконника устанавливать спайку пытаются как-то их след наверное прострелять но все тщетно промахивается ордис но не наказывается сейчас мгновенно но за это недоразумение его и все-таки будет отыгрывать он более сливого но практически с той же позиции да пока что при цели у него никто не появляется есть яночка от защитника падает дело естественно начинает активно действовать подходит уже за желтый как же вылетелся скану покидает татардиса джейзи на размене шауи зипаныч всех парад за секундочку практически валют все еще динкс но шанс на не слишком много таймер практически дошел до нуля но еще один фраг он себя фармлет до половины можно пробовать довести но и не вы тут вряд ли получится выиграть как же много фрагов он здесь настрелял темы готовы но раунд уже проигран эти две восьмерки как бы говорят нам о том что мало того что 5 карт будет так они будут очень и очень долгими перевелся бы понятное дело прямо на голову так ставится прямо под стеночкой все принципе удобно что вы должны выходить на ретейк в частности так оно и происходит динкс а тут и стеночка и подсъемку надо будет как-то сидел дипузи банш отправляется с одним постарается возможно как отношительно чекать второго нет тут ради забирают одного за другим просто но а клау тем временем сидит сидит потрачено молоко клау случае чего готов его на разменять здесь или как-то забавить на себя внимание либо просто ангел забирает бои сугерца минусу и третьего клауд молодец воюет до последнего но и тут по нему инпа теперь также есть времени к сожалению играл он не пах на саде здесь он немножко переквалифицировать но это север все видит динач анализирует ситуацию дает колу своим тиммейтам что нужно выходить деньгс практически перевелся на двоих но к сожалению на двоих там на 2 не хватило адрес будет открываться девятки уничтожает едины 6 процентов будет ли он репикать либо ждать как не совсем понятно резюректор шалов последовало для сугерцам ситуация не так чтобы равное 4 на 3 так поднимая также дина часть все вот теперь точно равна 4 на 4 и пока что очень далеки защитники спайк поэтому здесь дефьюзом будут проблемы здесь двухэтажная прием очка правда обоих игроков убивает именно сугерцов ну что остается дешево вот если хотите на канале navi он там достаточно интересная вещь в принципе раз к но вот выше упомянутый нами и многократно хваленый джаде сейчас тоже занимает хорошую позицию ска делает тем самым entry выбирают там кстати с потеря под под флэш готовы выйти конечно джаде но в целом немножко по таймингу не угадал и больше ослепил себя джаде так пробежал заметил но понял что уже момент потерян под ультимейт дипан не только гулкил дипанка грится плен спайк это у него получается тоже весьма и весьма хорошо перестрелка сейчас адреса и день станк минимум адрес изгоняет можно выйти на репит джаде он помогает там кстати спине расправляться с участивыми оппонентами но тут пока сидит ангел да его просканили да есть конечно полученный нож но ножки он мне уже не выключает ультимейт вайпер но это слишком было бы имбово джаде минусуется ангелом старается возможно найти еще и кого-то помогает ему в этом деле арису и клауда остается последний 12 а там как бы последний этот раунд против экономики противника нами наверное выиграют могут доиграть весьма успешно джаде у жаде джаде хорош хотя тут правда и сугет и аргит уничтожая своих визави аргит расчехлил свои кинжалы и без промаха вешать кэтшоты своим неприятелям продлевая смог шау тем самым устанавливается пайк и вроде как дина чего просканил постараться до продолжать дальше пропушивать этот плент и выходить на выбивание ссска чекает но ссска чекает нет тот угол совершенно свои деньги уменьшался успехом прижимается мотивная способность вот киевом кидается еще и молотов очень мало времени и неужели ну неужели как-то ничего не получится клауд минусу и первого клау забирая второго то там минус 3 сразу параллельно у ее джаде справляется у нас адресом и остается только последний игрок и игрок как раз таки заметил леса геттсу пока что его не видно едет наши в те едет или заметил заметил хорошо от прострелом иван виван ситуация но здесь в арде она мне автоматически пострелять не получится вот под флешку можно открываться ардес чекает уже позицию сити кстати берет ее под свой контроль летает дальше флешка нужно прочекать сейчас электрик там нет никого дает маки ну и под девяткой как раз таки находится в этот момент его здесь выкуривает оу какая же хорошая ревил стрела зипан голкил так и происходит джаде начну и уничтожает судьи от сутри на 4 ситуация не так чтобы равная ну и тут еще вопрос тут у клауда есть резурекшн старается возможно кирилл кого-то здесь и поднять шау отходит шау сейчас и не только его но и многих ревилит и самое главное мучит да по своим объемом падает стенка зипаныч работает только правда по одному джаде отвечает ему незамедлительным фрагом и два на три ситуация такова тут немножко да надо летят не туда джаде не справляется кстати с оборудованием и отлетает у правда еще ангел остается только последний шау но и он отлетает от рук михаила он же дина допы овертаймы друзья мои до сейчас так ну дымочки есть немножко оттягивает внимание еще и кинжальчиком если что суе гетсу на телепорте сможет уйти не успевает там буквально мгновение после гибели клауда один разминивает товарища ангел остается отыгрывать за желтым здесь вообще ничего не видно этим польза заряд токсина о неприятная флешка и под него краски врывается сиска уничтожает шау будет еще какой-то враг да артур его находит и находит практически третьего ангела немножечко просил пхп от него пытаются как то выйти о молодой и юный конечно здесь без промаха очень круто все это дело выворачивает в ходе всех пертурбации остается только последний арди с не самым мобильным девайсом понятное дело здесь сейвить нет никакого смысла но он один в три и по моему он топнул по моему сиска его должен был услышать но видимо все таки нет ну что я даже не знаю есть один смог есть дэш нужно первонапер во первых сменить девайс себе по-хорошему найти это фейк дифьюз понятное дело ну в угоду там для новей может совершиться прямо сейчас чат я вижу вашу ваш запрос на анекдот от меня обязательно расскажу но вот когда будет какой-то момент знаете пауза там затяжная или что-то такое поэтому все я вашу запросы видел я не кракен я не буду там как-то отмазываться и так далее я расскажу потому что я вас чат люблю выход на точку б а по таймингу тут на а наверно толком-то и не успеет и не будет от пыльца никуда разворачиваться хорошая флешечка джоди работает по одному там и соск оформляет минус 2 для себя находит еще и джоди динкс и по сути скорее всего это могло быть геге но нет шау тут минусует минус 3 уже делает ой-ой-ой-ой-ой-ой шиньки мои 10 секунд и надо ставить надо выходить образом развивается на карте бриз уже прожали защитники достаточно сильно оппозициями глазки пан погибать тем временем просто нашите и делается это не слишком успешно зато джоди находит голову также суги отча так ну что 0 0 а уже вот такая вот заруба на самом первом раунде спонтур собирает информацию ну как минимум понимаю что если деть никого-то близко нет но вот вдалеке явно ардис сейчас своем бурят ли он шау и угадает и вообще то что шау сейчас будет выходить так по таймингу развели как раз с ангелом на двоих ситуацию очень хорошо ну и ой-ой-ой отлетает асска отлетает жаде и казалось будет прожимать сейчас как и предыдущем раунде ну вроде как слышно его местонахождение яй-яй хорошо все-таки со спрэм справляется забирает у нас одного понимаете находится как минимум два оппонента ну и будет играть уже дальше на позиции свеча есть ли фраг да и очень жесткий такой вот фраг для ангела его компании минус три по это это большие проблемы и сейчас у навея опять ему надо убить до дрона даже не получается улице но выстрел на все проблема ардис вычеркивает этого парня ну по ну да ладно как там почему он не умер против него стрелял но в итоге здесь вообще похороны абсолютные команды на вид ладно это экономически ничего страшного но почему там не было смерти sky я вообще замешательстве так ну ладно джаде с одним фрестпоинтом голову то повесит или нет спину пытается от слова совсем ничего нельзя сказать пока что о fx а что а как не зарегала непонятно да хотя бы у сайгерсу все получился ангел также все залетает как по маслу ну и в общем таки клауд казалось бы еще такая прекрасная была для него но ничего в этом плане нет пиксы начнут за атаку а продолжая говорить об этой карте 13-0 там welcome to the club buddy или нет но что-то быстрое возможно здесь и закончится хотя это ноди на что у нас целом выживает дверка открывается дверка закрывается ну и закрывается динач джаде работает по ангелу постарается здесь убить возможно и сепана отличный хэдшот ну и последнего можно было как-то нажимать не получила из трофейными ганами да и тут как бы что в эту хорошую позицию если тайминг удачный поймает вообще все прекрасно будет но не ловит он дайдер и его зажимать но будет выходить именно по точку а плынта и в принципе пять раз получалось почему бы не попробовать здесь 4 надеюсь есть максимально быстрые размены ангел сует у нас деньгса клауд хотя бы м3 первый кровь проливает отлетает заскать летай клаут ой 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 друзья мои это действительно могут быть похороны как минимум в рамках этого раунда точно судец хорошая позиция 6 улет не хватает даже чтобы забрать одного игрока и 2 на 2 вполне себе клатч и был и вину был для нами но тут главное конечно не за овер экстенди сам свои мульки у каждой команды присутствует ой 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 там ангел по моему даже и не увидел никого хотя может кто-то открывался минимум пытается выпушить всю территорию слева и получается почти добра и даже деньгсон он все еще живой теперь точно мертвый осталось разобраться с парнем у стеночки с ним тоже разбираются причем они не подожди еще живой сска на хелп с оператором ни по кому вообще не попадает по всей видимости вот сейчас была попытка на 30 здоровья вынуждает парня отходить отсюда и видимо стараться сэйвить на этот девайс если джадина коник датчат я надеюсь вы довольно да конечно ногам обязательно стоит потому что есть они тут поймают определенную перетяжку и уже наверное через дабл дождь можно активничать fpx так происходит ша у нас под мостом минусу едино клал также работает параллельно по ордису ну и можно наверное оставить хотя как бы не так включать на жаде уничтожает от того и тут отлетает их нужно жить зипанычу с ангелом нужно конечно тащить она и происходит ван в ван ситуация есть информация как поджать и так и по зипану пускается собака просто тянется время просто тянется время до того чтобы джейди как-нибудь дошел и возможно постараться тизерси будет очень красный у нас зипан хватает времени на обезы это вылилось поражение но либо же они будут также медленно правда поэтому раунду мы видим что они будут очень быстрее как это было в самом начале зипаныч конечно не чувствует своего оппонента в моменте когда погиб его капитаныч ну в любом случае они капитаныч точнее арбис там умирал но в любом случае здесь еще продолжать пушить и агрессировать на планете игроки команды атаки пытаются на лестнице по выводе ночь абсолютно безуспешно без фрага отсюда уходит зато день с 2 головы прострелом повесил вот это я понимаю шляпник осталось два на два ситуация спать только что установлен кинкс будет наверное рисковать но с другой стороны слишком много времени прошло и тут если врываться и уже вы хотите ретейка прямо сейчас есть первый фраг нужно садиться и обезвреживать а ангел что не ведется это начинает шить ой 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 я уж тут подумал тут клач это будет здесь кто ломается для того чтобы спокойно залетела ардис единство этом голову отлично падает ангел зипан тоже погибает ардис прям наших экран разбирается с мистером облачком ну и дальше продолжает ингулировать весь бэксет практически добрался до сахара добрался все-таки убивать его прямо в голубий шляпника буду доигрывать очень биты сска также своим союзником речи на халпе джаде заходит в центре у него револьвер 100 фаспоинтов оооооо какой же ты крутой суд он не увидел 1 и тут вопрос вообще как и быть да да пошало теперь есть и хороший такой прострел выбивается тем самым ещё и спайк ну и жизнь ардиса да тут уже вопрос времени И вопрос времени, конечно же, для. Плюс он очень красиво, в принципе, играет. Так, ну что, здесь через Медузы уже Ардис полетел, естественно, заниматься своей любимой работой. Не увидел под собой парня, видим, полуослепленный был. Немножко прокотцал Sky, в итоге забирают Zipan и Ангел. Парни, да как они это делают? Просто с револьверами, гений. Так, ну что, Диныч здесь с вандалом, но пока не получается никого за-детекцией именно глазками. Если сказано, то глазками и глазкум-точек. Не разбирайтесь, я знаю, что у Zipan мало хп, но я не собираюсь гибнуть первым. Ребята, я подразмен играю нормально, Zipan все-таки уже погибает, за бэксайдом отыгрывает Ангел, заходит в свои же дымочки, пока к Спайку даже не приблизился. Вообще никто залетает, убивает спину, он все-таки СССР, чуть жаре моментально на размене, Спайк будет взорван, ничего не сможет сделать Джарри. Опять он пытается вытащить все это. Другую модель обороны, центр абсолютно пустой, сейчас Angel чекнет там на всякий случай информацию. Да, действительно, тайминги, сколько бы они ни стоили, ну, в общем-таки, стоили для Ангела фрага. Zipan отлетает сейчас от Клауда, вышеупомянутый игрок будет устанавливать сейчас еще и Спайк, ну и вроде как у новей все достаточно хорошо, потому что втроем остаются. Но что-то мне это напоминает, потому что абсолютно так начиналась первая пистолетка на этой же карте на бреде. Навик также, Эпиксерли также оставались 3-5, но они там были за атаку и вывезли. Angel минусует у нас Клауда, постарается, возможно, как-то открытые подъемы, еще есть по нему и фараз, но у Ангел красный. Ангел очень-очень каленый, как и другие игроки, но это не мешает им делать фраги. Но они так быстро хотят лететь, а что, ССК уже в пленде воюет, нормально, пока без фрагов, кстати говоря. Вот они фраги, только от Шао полетели. А вот и ССК, что-то передрается спину мистера Ангела. Тут еще один парень в шорт, и не успевает его добрать. Ой, он еще не успевает убить, да ладно, Ардис, и шоу. Да, и надо стрелять, что называется, на поражение. Диночки вместе с Динксом постараются это дело немножечко вернуть в себе обратно. Ну, как минимум, у Дениса Динксом все это получается. Вопрос лишь в том, что как подобраться к Спайку. Потому что Спайк сейчас под детектом, как бы, но вот это вот было. Очень-очень больно, Цукет, но проживает от двое второго. Обратную дорогу, свой эдакий камбэк. Ардис, как же хорошо он поджимает. Приятно избавиться от совы, от одного из разведчиков. Когда раунд еще почти не начался. Ну, Динкс говорит, да, это реально приятно, убивает Шао после этого. Но Ангел говорит, не трогай моих парней. Клауд говорит, еще чего расскажешь. Убивает его, Ардис отвечает, тогда я заберу. Нужно всего лишь за 25 секунд всех убить. Клауд делает эту очень сложную попытку. Да, лишь одна пучка остается в магазине после перестрелки. ССК разбирается с... Со Старым Новым Годом. Ну да, немножечко, по-моему, старый Новый Год закончился. По-моему, всего раунда. Если будет хороший тайминг, под хорошую флешку, или умрет Клауд. Всякое бывает. Так, прострелом здесь в итоге получилось очень грустно. С этим дроном погибает Клауд. Мечество для атакующих еще и выходит. Ардис сюда. Да, Динкс. Ардис, Квадро. И попадание, это мог бы быть эйс, но один хп. Джадди говорит, не тушки. Я проиграю раунд, но я не буду эйсом. И в итоге он умирает от рук суегец. Без единой, как бы, ошибки, без единой какой-то промашки. Ну и, соответственно, это только возможность, да, выйти на овертайм для них будет. Ну, посмотрим, посмотрим, что придумают. Не изменяя традиции, берут главный разы. Гадюки, а где-то именно на уточке А зацепляем Мэйн. О, ну это смерть. Это определенность оцикливаться на этом агенте Шао. И в итоге отсюда уходит товарищ Артур. Убивает, кстати говоря, Энджела. Шао потом разменивает. Это, естественно, Зипан здесь штрафует Джаддины. Ситуация 4 на 2, хватовая абсолютно. Окей, Динкс пытается выровнять всю эту ситуацию. Здоровье не очень многое остается, но 80 это все еще боец. Вполне себе два выстрела с вандалом. Выдержит Шао, уничтожает этого шляпника. Давай, берешься, а топ-10, не мобив, слова на слову. Но пока не получается, и все. И сейчас мы видим как раз-таки тот самый подпуск, только уже от защитников. Да, расстреливают все-таки Зипана и теряют флешера на старте практически. Пицца и, как минимум, либо сделать фраг, либо вот тут уже и Кирюха, куда спел все как бы прекрасно. Минус 2 для ангела. Ну и установленный спайк по итогу. Так, ну да, здесь тяжело будет все это дело выпивать. А, ну если так, то почему нет? Джадди разбирается с выбегающим ангелом прямо в спину. Тайминге 3000. Суигетсу, у него там молики не лежат, да, никакие вроде бы на планете. А зачем ему молики? У него шаос за спиной, который вешает вот такие вот хедшотики. Дино под дымочек может до половины довести или даже больше. Но до половины точно доведет. Есть стрелочка. Гэгэ, до свидания, Дино. А подожди, почему? Все. Такой вам заход от мистера Кирилла. Очень уверенно. Флешка его там каким-то пикселем вообще задела. А как он на бегу просто бежит. Оооо. Сносит вообще все в этом моменте. И вот только догорает от молотого киллджоя. Именно Суигетсу. И на этом все. Не успевает отсюда ангел телепортироваться. Тем не менее, да, его как раз фрагментом уничтожили. Спайк установлен. Тем не менее, Ардис с Маршалом вряд ли здесь повоюют. И действительно очень быстро отсюда сбрил. Сплитовый выход под точку С. Если, конечно, получится сделать какие-то фраги. Собака Аклауда полетела. Максимально быстро ее уничтожили. И плюс-минус. И есть информация по этому поводу. Есть Смок. Есть Дешаут. Немножечко запутался. Но есть, кстати, просветка по Диксу. Нужно его закрывать. Так и происходит. Прострелом его забирает. Динчо очень красный. У нас КП в углу сейчас находится. Нужно его тоже закрывать. Дина. О, здорово. А куда ты, дядька, ТП-шся? Прямо ко мне на вандал. Какие размены? Какие качели? Один фраг туда. Один в другую сторону. Один туда. Один обратно. Ну и по итогу 2 на 1. Все-таки ССК 1 против двоих. Больная ситуация. Вот сейчас, конечно, был тот самый момент на раунд. Но он был упущен. Были кто в пленту. Но нельзя забывать ни в коем случае про Хевен. Потому что там как раз-таки Омон 3 находится. Очень больный такой кусь. Вот собачки. Ну и Алла Ша устанавливает у нас, вышеупомянутый игрок, Спайк под точку Аплента. И как-то эта точка совершенно не контрится, да, со стороны защитников. На Цвинсер ничего не остается. Как, я не знаю, сделать какие-то энтри-фраги. Либо все-таки выходить на ретейк. Но вот тут уже тоже, наверное, плюс-минус спорный вопрос. Хотя тут Динч открывается. Закрывается, правда, вся остальная команда. У нас на Хелле играют. Стараются как-то вообще. Возможно открываться. Но здесь раз паранойя. Два, там флешка еще и птица летит. Крайне тяжело. Здесь совершенно этому противостоять. Артурчик, есть инфа по тебе. Дорогой мой друг. Изи Пан уничтожает тебя в том числе. Минус три для этого игрока. Динкс у нас находится на девятке. И, возможно, его ждут уже и смотрят, прочекивают эту позицию. Флешка полетела. С полетел у нас Динкс. Вот ноу-скопчиком, конечно, он под сплитом, да. Потому что он является последней картой. Есть смолк. Под него тэпается. Соответственно, Ангел понимает, ли это Диноч. Но должен понимать, как минимум, увидел. Прошивает. Никого пока что не увидят. Летит Тасманский Голд. Летит также и флешка. И там можно похоронить абсолютно много игроков. Но, как минимум, Шао кусается. И откусывает сейчас кусочек в лице человека. Игрокам. Сникнаймон Клау. Сугетсу выходит дальше. Бадает он от Шао до ЦССК. Ай-яй-яй-яй-яй. Здесь, конечно, флешки неприятные крайние. И Сугетсу нужно жить. Сугетсу прокидывает свой котлет. Покатлетка максимально быстро уничтожает. До половины уже раздефали. Ну и один в чит. По итогу там не на драфсе, либо фрактуру, либо, соответственно, оценка. Но это, говорится, совсем другая история. Минута на таймере. Врыв уже готов. Ну и Гасов первый у нас. Холопчик. Это Ардис. Отлетает от Динкса. Сливается нейрокража. Есть вся необходимая информация сейчас для коллектива Натус Винстера. Прошивается смок от Ангела. Зипанчик тоже хочет как-то пострелять, но особо не получается. Зато все выходит у Джадди. Флешка, которую он и выйдет таким вот образом. Позволяет делать ему первый фрак, второй и третий. Сумарно. И так часто, наверное, как на Аплэн. Раскидки полетели. Вот именно, наверное, здесь и нужна была та самая пауза. Ардис. Проливает первую кровь в рамках данного раунда. Ну, и Зипан тем самым устанавливает фрак. Вот тут Ардиса. Либо увидели, либо почувствовали, либо как-то, я не знаю, ну, ощутили как минимум точно. Есть раскидка от Джадди. И есть в принципе... Ооо, как же хорошо летит это все в дефолт. Как раз таки там и Зипаныч стоит. Опа! Вот он, конечно, порешал вопрос с кидятька. Очень хорошо. Но остается ситуация 2 на 3. Ну, и, конечно, установленный спайк. Нужно терпеть. Нужно додипузить до половины, как минимум точно. Хоть и ценой своей жизни. Суи Гетсу тут, правда, минусует Джадди. А это уже нет шутки. Это совершенно не смешно, потому что Суи Гетсу тут... И, в общем-то, Эксу ее довели до победы. Но было очень сложно. Так, Суи Гетсу здесь, вообще, Суи Гетсу уничтожает капитанов. Здесь размены такие, в принципе, и для одних... ...нави. А нави ничего не остается, как играть именно в соло. Стаковцы они, понятное дело, ну, в одной и той же позиции никак не могут. Открывается Динкс, закрывает его сейчас Зипан. Ну, и Джадди понимает местохождение своих оппонентов. Будет выходить к ним в спину. В частности, есть у него неплохие ютилити. Молик, одна флешка и ножик, который он, возможно, будет давать. Или просто сейчас отыграет вот таким вот образом. Просканил, просканил, скорее всего, двоих. Молик полетел и... Найстрайк, конечно, Джадди, но не получилось у него добить последнего. Но есть информация. Диноч, на тебя вся надежда. Есть флешка и очень неприятная флешка. Это аннигилировать, но я думаю, что некому аннигилировать. Все шоковое залетело. Конечно, очень забавно, если это выглядело. Но, слушай, забавно, не забавно. А фраги-то летят, Ангелы разбираются с ССК. И я так понимаю, что вопросы еще остаются. Смогут ли раздефьюзить здесь плен. Спайк, точнее, ну что, до свидания от Ангела и Ардиса. И все, и Герца сюда же подключается. Остается Клауд. Формацию будем стараться делать какие-то фраги. Ну и на Ангеле тоже висит огромная сейчас надежда. Потому что нужно отыгрывать очень аккуратно. Все видно абсолютно хорошо. Клауд занимается установкой спайка. Да, все успешно и прекрасно. Но для FPX как бы тут шанс-то и итог по итогу. Как бы, да, один. Не нужно никаких числей, ведь нужно выходить на выбивание. Есть размены. Есть, кстати, фраг для Дмитрия Цуиге Цуума. Ангел также подключается в эту перестрелочку. И минус три для FPX. Этот раунд для Na'Vi. Либо же умереть с четким хэршотом в области. Нет, нет, не умирают. Умирают тут только Дина, который медитировал. И, ну, хотя в любом случае он бы это дело все не услышал. Зепан, минус два, минус три для этого парня. Смачком откинулся, но, тем не менее, защитники поражали здесь наносвор. Ай-яй-яй-яй-яй! Шо такое? У Ардерса не получилось. Клауд уничтоживает его, можно забрать оружие. Пока не спешат туда. Здесь только на одного хватает Суиге Цуума. Моментально после этого рефраг. И это три на два. Слушай, ну, поторопился я со своими выводами. И сейчас тот самый Зепан, несмотря на то, кстати, брал. Сейчас посмотрим. Та же ситуация практически. Есть флешка. Шао убивает двоих. Неплохо. Ван-бай-ван ситуация. Остается Жанни. Против товарища на стороне. У него пол холст-поинтов. Шао. Шао может это взять или не может? Не может, Жанни. Делает вещи. Определенное таинство, да? И кроется. Чем больше будут брать этого персонажа, чем больше будет килов. Здесь Ангел уничтожает двоих. Дипан включается, вырубает на один. Есть размен от Клауда. Практически незамедлительно. Но три на два. Здесь очень неприятно. Динксу, Динкс. И есть же фраг по Суигетсу. Два на два. Ситуация есть. Утимативные способности у Na'Vi. Ну и одна из них мера кража. Она же шляпа. Ищите их. Вот это полетело. И вот, к сожалению, у меня таких нет. Есть только у Клауда в данный момент. Но он их не использует. Ардис погибает. Здесь, вероятно, Шао может реабилитироваться. Нет, не может реабилитировать. Те самые несколько последних раундов. Флешка полетела. Решили обыть сейчас сыграть очень агрессивно. Но наказали за это агрессию. И, в частности, Клауд стал тому причиной. Минус три для Кирилла. По Суигетсу нет пока что информации. Но рано или поздно, наверное, на него Динкс будет открываться. И закрывается. Она видит, кстати, собаку. И понимает, что сейчас будет принятие как минимум одного, а то и второго. Полетел локдаун со стороны защиты. Феномно по времени вроде как все успевает. У нас ССК очень красный. Второй как-то и выйдет. Нет, не уходит сейчас со спины. Ну и тут нужно делать ноги. Клауду, который не успевает, друзья мои. Это 12-й. Вот это Рафлан произошел. Настоящий прямо сейчас. Все это будет синергировать гораздо лучше. Особенно, когда там просто еще отлетел Джади. Я думаю, ну неужели все, ГГ, там ФПХ. Сейчас дожимают 13-й. А нет, дожали ТПХ. Очень-очень много. Врываются под точку Цеплэнта. Ничего не боятся Нави. Но как бы эта агрессия не стала регрессией и проигранным раундом. А прикиньте, в дыму бы кто-то сидел. Вот это, конечно, прикол был бы для ССК. Потому что Ангелы могут контентнуться. Ну ладно, здесь Суегетсу. Вот это вот. Можно выйти. Сейчас должны эту позицию ожидать. Занимается Шао и сбором информации по этой как раз-таки точке. Ну и Шао. Ну не убивает. Но тем не менее, Джади уже потеряли. Флэшон и Динкс. Это Г. Г, дамы и господа. Пятая карта. Сплит. Почти. Понимаются ребята из FX. Понимают, наверное, ну предполагают, как минимум, Навик, где он сейчас находится. Очень красный клауд. Падает сейчас также и Ардис от ССК. Шао вразлен по Динксу, уступая Суегетсу. Пока Эмочка сработала. Не как, наверное, она была запланирована. По итогу Зипан отлетает. Последний остается Ангел. Есть у него время, чтобы потянуть непосредственно Диффью Спайка, который, к слову... А успели ли до половины? Не-не-не-не. Опачки. Я поверил в какое-то... Позволяйте в FX зайти и поставить Спайк, как минимум. Есть информация по Джейди. У-у-у. Вот это магистр, конечно, шериф в деле. Это действительно очень жестко. Зипан не носует правду двоих. Есть у него откат базового умения. Гранатка полетела. Ну и теперь уже Джейди, конечно, далеко не отойдет. Браво. Да, вайперсбайт не очень приятный. Хорошая флешка от Кирилла. Не помогает ему сделать. Очень хорошо и прям практически без промаха. На бэксайде находится у нас Джадди. Джадди открытие. И можно забрать без горем пополам хотя бы кого-то. Но одного уже тоже неплохо. Три на три шар. Вдвоем пытается агрессивно подойти к позициям атакующих. Здесь дабл пик будет от атаки. И все. В общем-то, Зипан еще одного тут хватает. Не попадает никуда товарищ Суегет. Времени в любом случае уже слишком мало. СССР даже если убьет кого-нибудь. А он именно это и делает. Он в любом случае раунд не выиграет. В итоге Шао погибает от взрыва. В общем-то, не позволяет. И там еще есть, да, там звезда лежит. Ну да, тяжеловато будет выходить. Через стеночку. Ну, в принципе, почему нет? Там Джадди. Он не с каким-то Джаджем. Он просто с фантомом получает по флешечке. Что, долго будет? Там Дипан убивать все-таки. Разбирается с ним. Но, тем не менее, уже подъехала подмога. В размены идут. Но большинство по-прежнему за FPX. Поэтому не то, что большинство. Тотальное преимущество. Динкс пытается здесь тоже какими-то банками отстреляться. Но он один против. Динкс сохраняет какую-то надежду на этот раунд. Ну, надежда, как говорится, умирает после... Так или иначе, сплит за FPX-ами. Но не теряем надежду. В любом случае, фанаты Na'Vi. Как минимум, есть великолепный игрок в лице Джадди. Опачки! Тут, конечно, на лицу не очень приятно был. 14 хп не выживает. Он тут агетсу. С канатами говорит, кому ползать, кому не ползать. Те, СССР говорит, хочу попробовать. Не стоило, говорит Зипан. Я предупреждал. Да, и предупреждал достаточно больно. Также и для Ардиса. И выйти на счет 2-2-6. Но даст ли это Ангел? Ну, как минимум, Ангел это позволяет. Есть три ультимативных способности. У Суи Гетсу сейчас, возможно, будет поражаться лампа. Либо все-таки нет. Зипан тут уничтожает Астру. О, Астру, говорю, Вайпер, конечно же. Ну, и Дина и Динкс остаются последними двумя игроками. Тут Дина вроде как что-то нанюхал и что-то увидел. Таки, эта карта, ну, предрасполагает больше. Да, у нее, я думаю, можно говорить только, ну, не упоминать сторону. Потому что здесь у нас только один игрок. И как же тяжело сейчас. Дина вроде как выживает. И не то, что выживает. Он делает пару киллов. Постарается, возможно, застреплась. Тут вытянула Ардиса. Мне пройти крайне тяжело. Прыгает. А куда ты прыгаешь? Ангелочек, ты мой дорогой. Я со сками носу. Это нас, капитан. С одной стороны есть Null Command. Это же ультимативная способность Укея. И вопрос, стоит ли это прожимать. Хотя, возможно, то и нет. Потому что Шао нивелирует сейчас ССК и отлипает. И что хочу отметить, на игре FX'а не пожалели два ульта, чтобы в экономическом зайти на плен. Ну, они очень серьезно настроены. Динкс пытается выжить. Вообще, всем его закидали. Тем не менее, воевал сколько мог. Правда, очень быстро погиб в итоге. Однако, до этого его товарищ Джадди успел кое-кого найти. И поэтому триплу, по всей видимости, Зипан ждет флешек. Каких-то не дождался. И, возможно, Зипан продолжает аннигиляцию своего союзника. Вместе с ним, в общем-то, уже разобрался с двумя игроками. Хотя, этот союзник погиб. Дино читается ли. Дино, ну да, здесь в любом случае будет Зипан чекать, но не справляется с перестрелкой. И в итоге до планета-то можно добраться. Ангел на раскидок. Дино говорит, я знаю, что ты где-то здесь. Ну, все-таки, оператор единственная помощь на next round. И то, и то. Прошел, и в принципе, Хейвен под номером 4. Ну, и Синь. Последние, мне кажется, раунды он сидит с Джаджем возле дымов. Именно так выглядит его геймплей. Да как, в смысле? Как Джадж не убивает? Это невозможно. Клауд пытается исправить ситуацию. Очень мало здоровья остается. Вот это Джадж. Ищейки от Клауда. Окей. Самого Клауда очень мало здоровья. Если пикнется, то может быстро отлететь. Плюс там прострелом залетит. А вот и сохранен оператор. Работает по шау. Суигетсу не боится погулять по яду. И потом и принять немножечко свинца. Сайд А чистый. И никто из Нави. Здесь кинжала для ССК. Ну атакующий готовы здесь показать контрагрессию. Здесь одинокий Клауд получается выходит с девятки. Там прикрытие походу не последовало, потому что стеночка неудобно стоит ССК. Ну может быть, да, пытался, но был убит, как увидев табуляцию. Остается всего три игрока. Уже, простите, два. Дин он был также уничтожен. Ну и здесь перестрелочку, да, все-таки выигрывают кое-где свою войну защитники. Да и не кое-где, еще и дважды это происходит. Но времени нет. Его, конечно, здесь, но там не было. Джейдж также отыгрывал на Хейвене. Ну и сейчас соответственно сплитики тоже присутствует. Хотя, как минимум, против четверых играет еще и очень коцаного Ангел. Ну почти три с половиной, можно сказать. Флешки готовятся. Это будет сплит-выход на Бэтленд. Зипан, два фрага готова. На всякий случай Ангел пострелял своего союзника. Мол, не стой давай, воюй. Ну в итоге, да, Зипан говорит, вас понял, капитан. Ну и пойдет, возможно, еще фраги. Готовятся, да, вроде бы там можно что-то поставить. Не-не, ничего нет, никакого раскида. Просто прокрались, и спайк будет установлен. Ну и 3-тейк 3 в 2. А спайк-то, возможно, и даже и не будет установлен, потому что стянули 4 секунды. Квасает, и приходится, видимо, фейкать. Да, фейк. О, Бэтленд Фласс Феникс. И смотря на счет, как-то немножечко грустно становится. И в какой-то степени даже обидно за Нави. Потому что 2.11, что делать? Как возвращаться с Марсевен? Прожимай ту самую животворящую паузу, которая, возможно, вывезет нас на допы, или, как минимум, на счет брата. Спасибо. Так, Зипан, сможет здесь зафармить что-то? Ага, чьи-то руки здесь, чьи-то красивые руки торчат. Ну что, по-моему, из гаража никого нет, все верно. В итоге он здесь может, на самом деле, вот в тупом углу сидеть очень-очень долго. Но нет, нет. В итоге решил открыться, и это было незаметно. Понимаю, где он сейчас находится. И банально его там под флешками, не под флешками, просто будут уничтожать. Ну а что? А что оставалось сделать Михаилу? Достаточно волевое такое решение, когда у тебя 2.12, когда у тебя может быть последний раунд, и ты не прожимаешь паузу, потому что ты знаешь, что третий ты сейчас выиграешь. Там, блин, Зипан, Трецангел. Понимаешь, что, скорее всего, кто-то там будет. Но Na'Vi, Na'Vi, ну, друзья мои, ну, ну, не рано ли? Ну, 10, только 9, 9, 8. Хочется просто отсчитывать обратный таймер. Судетами несует сейчас SSK. Друзья мои, это проигрыш по времени. 13-й в копилочке.